Всем доброе утро! Время уже 10. В общем, тут машина разрогатится, хрен проедешь. В общем, там вот у нас одна машина встала, и если нехорошо повернешь, то потом вот в такие вот узкие улицы хрен въедешь. Вот, ну мне там мужчина, блин, помог, мой клиент, кстати. Он говорит, ехай, ехай, нормально едешь. Так, что я хотела сказать. Во-первых, у меня сейчас приедут вай-фай убирать, работу я же убрала вай-фай, и сейчас приедут вот эти всякие аппараты убирать. А аппарат убирать нужно через моего, как это сказать, арендодателя, да? В общем, посмотрим, приехали они, не приехали. Чарли, бенька, въеме куча? Дум-два. Видите, как тут узко везде. Нужно, если... Все нужно, как говорится, сантиметр к сантиметру подрассчитывать. Если не подрассчитаешь, то все утопится. Вот видите, вот эта машина разрогатилась. И вот сюда я с первого раза не въехала. Пришлось вставать назад, сказать им, чтобы он закрыл двери, чтобы я могла въехать нормально. Забрали у меня роутер и сейчас полезут вон за тем вот аппаратиком, вот за этим. Там лестницы, терраса, и там живет, кто мне сдает парикмахерскую в аренду. Он такой, знаете, нудный, он инвалид, не выходит из дома. Не выходит, потому что не хочет, не потому что там у них денег дофига. Они тут считались чуть ли не самыми богатыми. И вот, видимо, ему скучно. Я ему звонить даже иногда не хочу, потому что это по полчаса и по 40 минут. Вот с ним нужно разговаривать ни о чем. Вот вчера так получилось. Но я хотела избежать этого разговора. Я ему отправила по WhatsApp смс-ку. Он мне перезванивает буквально, наверное, через часа два. Я получила твою смс-ку и начал что-то какую-то фигню нести. Ну, как обычно. Не могу. И что-то нес, нес. Я иногда, знаете, могу его и это. Потому что я ему говорю, мне некогда с тобой разговаривать. А он ему не понимает. Он опять, я говорю, все, до свидания. И бросает трубку. Вот. Но вчера я была дома. И полчаса пришлось мне с ним разговаривать. Кстати, где я была вчера? Я вчера начала влог с утра. Все как положено. Но перед этим у меня опять была бессонная ночь. А вон она, видите, это хозяйка. Оля. А вот была бессонная ночь, потому что надо спрятаться. В общем, они там красят, оказывается. Он мне вчера рассказывал, три часа, что они красить будут. Так, в общем, ребенок плакал за спальней, за дверью, ну, за стеной. И я не выспалась нифига. Тяпнула потом таблетку. Ну, и, короче, весь день ходила вот такая вот. Потому что уже, в которой ночь не сплю. У меня вообще со сном не то, что проблемы. Я очень чутко сплю. И поэтому каждый шорох у меня будет. А для засыпания мне нужно часа два. Бывают такие этапы, когда плохо сплю. И вот, видимо, он такой прошел. Но эту ночь я спала замечательно. И, в общем, тяпнула таблетку для сна. И, естественно, я целый день ходила вот такая. Я, когда пришла с работы, поела, прилегла и, в общем, уснула днем. И, естественно, проснулась с головной болью. В общем, с опухшими глазами. Непрезентабельная, скажем так. И все, думаю, ничего, сделаю выходной. Да, моя рыба сладкая? Ты тоже вчера весь день спал. В общем, вот такие у нас новости были. Что мы там убрали? Ой, убирает. Кстати, как убрать эту судьбу? Они приехали быстро. Очень странно. А как отремонтировать? Помните, у меня были проблемы с интернетом? Целый месяц без интернета сидела. Так они их нихрена дозвонишься. Как-то странная политика, да? Политика работы. Ладно, буду я дальше работать. Сворачивать полотенце. В общем, работать. Я уже дома. В общем, скупилась на 20 евро. Всего понемножку набралось. Сейчас я буду себе заваривать чай с ягодами, стевия. И туда чай тоже добавила обычный. Буду разогревать шпинат. Не пропадать же ему. Картошку, пюре вчера сделала. Сейчас разогрею на сковородке. Посуду надо помыть еще. А, с винегретом буду есть. Винегретик, винегретик. А это у меня йогурт с семенами чая. Короче, я на целый день запаслась. Так, сейчас чай заварю. Так. Вот так заварим его. Ягодный будет у меня чай. Я еще купила ягод замороженных. Поэтому будем чай купить с ягодами. Имбирь забыла. Ну да ладно. Так, что еще? А, ему же нужно сделать омлет, тортию. Из авы. Из фасоли. Яйца купила. Все купила. Без троганов тут у меня еще есть. Ой, у меня тут всего-то всего есть. А до этого, пока не забыла, пойду я, знаете, что сделаю? Полью свой огород. Помните же у меня огород есть? Я за ним ухаживаю. А как же иначе? Поливаю. И вот дня три, по-моему, я туда не подходила. У нас это ночью был такой дождь. Грязный, как всегда. Потому что все машины грязные были. Вот. Ну, а этот дождь, как мертвый припарок. Видите, какая у нас погода. Облачно, с преснениями. Мой огородик. Что-то он, наверное, вянет. Поливаем. Да вообще, почему-то земля одна и та же. Ну, не. Тут растет все. А тут не очень. Не знаю, в чем это связано. Не пойму. Вообще, даже не пойму. Ну, да ладно. Что вырастет, то и вырастет. Кстати, вот такая у меня еда. Сало. Вот все, что я буду сегодня есть за целый день. Был еще завтрак. Один тост. Вот такой. А, нет. Вру. Был лавашек с авокадо и ветчиной. Кусочек ветчины. Это я съем сейчас. Это я съем часика через 2-3. Это через, наверное, полтора. Ну, короче, вот это все. Все, больше у меня еды не будет. Арбузиком, может быть, еще заточу. Не может быть, а точно. Так что, вот так. Я думаю, что это на целый день. То есть, на 24 часа. Это разве много? Я считаю, что нет. Если вы считаете, что это много. Нет, если лежачий образ жизни, то да, это много. Но мы же не стоим на месте. Мы двигаемся вперед. Тут у меня готовится тортия де авос. То есть, омлет с фасолью свежей. Сейчас уже буду переворачивать. Вот такой у меня инструмент есть. Прелестно, прелестно. И обратно. Сковородка должна быть супер-супер хорошая. Чтоб ничего не прилипало. А иначе ничего не получится. Вот так. Теперь можно уже не закрывать. Иначе получится суховато. А я не могу иначе. Это муж будет лопать. Так. Что-то хочется. Кого не знаю. Я уже замочила фасоль. Не знаю, завтра, сегодня буду готовить. Не знаю. И нут. Буду готовить бульон. Но еще у меня, знаете, есть проблема какая. Я вчера не зарегистрировалась на сумбу. Сегодня в 10 кинулась регистрироваться. А мест уже нет. И вот периодически захожу. Думаю, вдруг кто передумает. Нет, никто не передумывает. Блин, я что, сегодня на сумбу не попаду, что ли? Как так? Мне так второй раз за все время. Второй раз проворониваю. Обыдно, досадно. Ну, ладно. Все, она уже, наверное, готова. Готовится быстро. Поэтому. Я так готова. Пойду еще раз посмотрю. Может быть, кто-нибудь передумал. Идти на сумбу. Скажет, там же Оксана без места. Надо ей уступить. Ну, я не верю, что мне так повезет. 23 градуса на улице. Небольшой ветер. Потому что, смотрите, открыла балкон. И шторка прям вся на меня летит. Это я называю погоду вот эту для стирок. Потому что, когда ветер вот такой, стирка быстро сохнет. Да. Ну, что, сейчас пойду с Чарли погуляю. Я не люблю ходить в спортзал без классов. Знаете? Меня потому что не заставят что-то делать самой. Что-то какие-то тренажеры или еще что-то. Я не люблю. Я люблю, чтобы мне показывали, что делать, куда бежать, сколько раз прыгать. Чтобы меня вели, да, в спорте. А так вот самой нам на эти... Ну, схожу. Куда деваться? Схожу, конечно. На машинки там. Как-то я так проворонила-то, а, Маруся-то. Блин. Обидно. Ну, да ладно. Такие тучи. Да, и на небе тучи. У нас уже осень. Зима не началась, а уже осень. Прикольно. Тыстриделевья облазит. Осень. И цветут. Прикольно. Облазит и цветут. Чудеса. Мы гулять выходим. Вышли. Вышла пораньше. Так, все-таки 15 раз уже заходила в это. Ну, чтобы зарегистрироваться, забронировать место. Нет, никто не отказался от Сумбы. Все хотят на Сумбу. Как же я так и пропустила. Я сегодня вышла пораньше, поэтому пойду длинным путем. Кстати, это место облюбовали спортсмены. Здесь машин мало, и направление машин в эту сторону. То есть, если я иду, я вижу, что едет машина. И прям спортсмены бегают, бегают, прыгают. Так вот, спортом занимаются. В общем, я сейчас пойду туда, вот так вот пойду, пойду, пойду. Обратно. Капустные листья. Не капустные, а салатные. А погода у нас все так же. Но тепло. 23 градуса. Вы не смотрите, что у меня шубейка. Там у меня просто маечка обычная, уже спортзальная. Сейчас приду домой. Сумку в зубы и в спортзал. Да, Чарли? Довольный, бегает. Смотрите, какая красота. Что это такое? И пахнет. Это что, цветы какие или что это? Что-то я такой ни разу не видела. Ну, а запах какой стоит, обалденный. Жаль, что это все за решеткой. А то бы я за слабую фоточку сделала. А так не пускают. Не пускают. Классное поле такое красивое. Ммм. Ой. Ой, блин, а запах стоит какой. Вы не поверите, но он опять пришел на свое место, чтобы пожрать. Я не знаю, почему ему именно это место нравится. Хотя здесь травы везде навалом. Причем такая прям хорошая трава. Ну, в общем, вот именно вот в этом месте нравится. Смешной. Кушай, кушай. Ну, как лопает. Наслаждается. Ммм. А там картошка растет. Картошку пошел. Перемыла всю посуду. Ее целая гора. Посмотрите. В общем, машинку поставила стираться. Йогурт никак свой не доем. Что-то он мне как-то не очень. Кислый. В общем, пойду сейчас в душ. Масочки, хирасочки. Я сегодня, так как на сумбу не попала, особо не потела. Поэтому добежала до дома. И сейчас вот. Смотрите на эту милоту. Ты такое умиление. Ты можно умереть от умиления. Ты можно умереть от умиления. Да. Вот. Почешите меня. Почешите. Почешите мне позико. Позико почешите. Почешите мне позико. Я вам буду благодарен, да? Ой, моя радость. Ой, моя радость. Ты мой король. Не хочу, там и лежу, да? Не хочу, там и лежу. Не, не, не. В общем, да, вечер у меня будет. И чего? Он еще хочет. Хочет продолжения. Да? Вот так вот он, видите, продолжения хочет. Продолжения хочешь? В общем, да, масочки, херасочки. Вечер для омоложения кожи будет. Я их каждый день накладываю, ну. Все, сейчас, сейчас, все. Пошла я в душик. Помогла дуча? Ой, душ, он боится. Да, душик он боится. Не, не пойдем, не пойдем, не пойдем в душик. Не пойдем, не пойдем. Вам она дуча? Она дуча? Вам она дуча? Вам она дуча? Ну, а дуча? Ну, чучи пошел. Чучи, но, а дуча? А ты чучи хочешь, да? Ну, давай, тебе дам одну маленькую такую печеньку. На. Вот вы видели? Вы видели противную рожу? Это называется зажрался. Так вот, морду воротит уже от печенек. Все, я в душ. Сейчас выйду красивая, молодая, здоровая. Заварила себе рейбуш или рейбуш. Ну, стевия, естественно, как всегда. Здесь у меня маска для рук, перчатки сейчас были. Сейчас буду монтировать и, в общем, вам выпускать в ложек. А, кстати, где у меня кольца? Опять потеряла? А нет, вот они. Вот, буду с вами прощаться до завтра, потому что время уже позднее. Пора и, как говорится, готовиться ко сну, чтобы успокоились мысли, тело. И все, и пошли на покой. Всего самого на лучшего. Пишите комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok